Сегодня я позволю себе рассказать всему миру о твоих преступлениях. Туяо, став императрицей, ты злоупотребляла властью, ты вела грязную игру, чтобы возвыситься. У народа птиц более 20 тысяч новобранцев. Я перераспределила владение в Эмяо и повысила 8 генералов, чтобы каждый управлял своей областью. Что скажете? С твоей подачи Суэхэ заключала союзы и уничтожала несогласных. Царство Цветов прекратило поставки продовольствия. Императрица присвоила себе власть чиновников. Она открыла 8 хранилищ Небесного Царства. Царство Цветов испытывает терпение Его Величества. Передать мой указ открыть хранилище Небесного Царства. Почему я не знаю о прекращении снабжения продовольствия? Почему ты не сказала мне? У Вашего Величества так много дел. Не стоит отвлекать вас по мелочам. Я лишь хотела облегчить ваше бремя. Как ты посмела скрыть это от меня? Может, ты вообще забыла обо мне? Я поступила неподобающе и готова понести наказание. Но я верна вам, и солнце мне в этом свидетель. Я прошу вас. Матушка не хотела дурного. Прошу, прими её извинения. Отец поверь в её искренность. Встаньте. Ты последовала примеру Джин Цю. Ты лгала и убивала смертных и духов. Ты потворствовала Повелителю Пламени и похвалилась его достижениями. Ты не заслужила быть матерью народов. Тебя не от доброты. Никто не сравнится с тобой по жестокости. Я глава 12-летнего Зодиака, но я был вынужден скрываться и не выполнять свои обязанности тысячелетиями. Но я больше не могу смотреть, как ты утягиваешь Небесное Царство в бездну. Сегодня восторжествует справедливость, пусть даже ценой моей жизни. Я буду говорить за невинно убиянных. Да как ты? В ночь перерождения Федникса я был там. Я хотел убить твоего наследника, чтобы ты ощутила боль утраты. Мышь на твоём дне рождения тоже моих рук дело. Я давно знал, что Дзиньми, дочь повелителя воды, Моей целью было вывести тебя из себя. Иначе как бы весь мир узнал, как ты жестоко, узголоба, беспощадно и вероломно? Как бы убедил повелителя воды отвернуться от тебя? Как бы заставил Царство Цветов выступить против тебя? Известно ли тебе, что покушение на бессмертного влечёт за собой суровое наказание? Моё дело правое. Тебе не запугать меня смертью. Действовал ли я в интересах народа или в своих собственных? Все мы знаем законы справедливости. Ваше Величество помнит, как Царство Цветов отделилось от Небесного. Вы ещё помните, Сули? Молчать! Кто позволил тебе вести столь вольные речи и сеять раздор? Сули, словно неупокоенный призрак. Мне всё абсолютно ясно. Злобный повелитель мышей пытался убить повелителя пламени. Он хотел оскорбить императрицу и всех бессмертных. Это непростительное преступление. Он во всём признался и заслуживает казнь. Я это знал. Вы шакалы из одной стаи. До этого момента я верно служил вам. Теперь я доверяю вам заботу о хозяине. Господин Дун Тин. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя. Это мышь. Низший из духов. Да как он мог устроить такой переполох? У него точно были сторонники. Повелитель воды и сули... Достаточно. Императрица иногда лучше умолкнуть. Повелитель воды держится в стороне от мирской суеты, повелитель ночей за ними обрученный. Теперь он мой брат, и он не мог пойти против меня. Раз мышь призналась в своих преступлениях и была наказана, Повелитель пламени, здесь. Вынеси приговор и закрой дело. Слушаюсь. Жунь Юй, с тобой обошлись несправедливо. Правда раскрыта. И твое имя, наконец, очищено. Благодарю тебя, отец. Встань. Повелитель воды. Мне нравится Цзинь Ми. Пусть она и не моя дочь, но я считаю ее родной. Думаю, нам стоит ускорить приготовление и выдать ее замуж за Жуньюя. Отец, ваше величество, навыки моей дочери слабы, она еще не стала бессмертной. Боюсь, она недостойна этого. Повелитель воды, что это значит? Предатель обманывал нас, чтобы поссорить. Я не верю ни единому слову. Это не должен верить ему. Отец, позволь мне сказать. Миер только нашла отца. Они так мало пробовали вместе. Я могу принять его нежелание снова лишиться дочери. Пусть Миер еще немного побудет с ним. Так мы поможем Миере исполнить ее долг как дочери. Более того, в небесном царстве много правил, к которым она не привыкла. Позволь мне обучить ее, чтобы она не опозорилась при дворе. Отец, ты повелитель воды, опоры нашего царства. Ваши отношения испытаны тысячелетиями, а мы с Миер любим друг друга. Мы не будем искать другую пару. Наши семьи и так едины. Свадьба так или иначе состоится. Нам некуда спешить. Хорошо. Я выполню волю сына. Повелитель Начей заполучил красавицу жену и благородного добродетельного тестя. Это стоит отпраздновать. Ваше Величество, не забывайте, что у вас два сына. Сюй Фэн тоже достиг брачного возраста. И он давно влюблен в Сюй Хэ, что взаимно. Матушка, у этого предателя были причины убить Повелителя Пламени. Думаю, тебе стоит, тебе стоит посвятить себя саморазвитию и совершенствованию, очисти карму ради потомков. Разберись с внутренним дворцом и приструни птичий народ. Сюй Фэн. Вот и новый день настал. Да. Я так измотан физически и душевно. Но первый принц полон сил. Ты, правда, Повелитель Ночей. Дело привычки. Кстати, ты знаешь, что за Сули? Не знаю. Когда Повелитель Мышей назвал это имя, отец и императрица так остро отреагировали. Это странно. Ты прав. Отец спешно казнил Повелителя Мышей и закрыл это дело. Это очень странно. Это имя. Я будто уже его слышал. Но никак не вспомню, где. Боюсь, очередная отцовская интрижка. Прошлое возвращается. Подумай сам. Есть лишь два комплекта огненных жемчужин. Один из них отец передал императрице перед свадьбой. Не думал, что второй у Сули. Она не так проста. Меня не волнует похождение отца. Если тебя да, можешь подумать об этом на досуге. Но я отправляюсь в казарму. Я знаю, что ты не можешь отпустить Зиньми. Но любит она тебя или нет, вам никогда не быть вместе. Что это значит? Если я расскажу ему о смерти Повелительницы Цветов, он не поверит. Тогда он станет неуправляемым и непредсказуемым. Мат Зиньми, Повелительница Цефэнь, враждовала с императрицей. Не будь меня, Повелитель воды, не отдал бы ее тебе. В чем причина их вражды? Ты сам все видел. Императрица мечтает потопить меня и Повелителя воды. Она готова нарушить законы Небесного Царства. Чтобы успокоить Повелителя воды, отец предложил устроить свадьбу пораньше. Повелитель воды и так согласился через силу. А ведь ты сын императрицы. Первый принц так предусмотрителен и осторожен, что я чувствую себя уязвленным. Но не забывай, Повелитель ночей, матушка очень строга. Ей известны законы, с чего бы ей их нарушать. Сплетнях нет правды. За прошедшие годы мы оба поняли, на что способна императрица. Она не потерпит и соринки в глазу, что уж говорить о тех, кто противится ей. Я закончил мысль, верить или нет, дело твое. Я лично потребую объяснений у матушки. Сюйфэн, мы с тобой одной крови и мне невыносимо видеть твои любовные переживания. Я ценю твою заботу, но Дзиньми я никому не отдам. Ни за что. Все знают, что мы с Дзиньми помолвлены. Что бы ты там себе не думал, призываю тебя держать себя в руках. Не позволь ей стать объектом для насмешек. Все зависит от Дзиньми. Ваше Высочество. Ваше Высочество, приходил Звездный Страж Подзинь. Что? Приветствую, матушка. Прошлые ночи мы все были так измотаны, ты совсем не отдохнул, но пришел ко мне рано утром. Я не устал. Я хочу кое о чем спросить. Надеюсь, матушка будет честна. Да. И что же за вопрос? Ходят слухи, что матушка не ладила с повелительницей цветов. Повелитель мышей сказал, что ты убивала людей и духов. В чем же правда? Ты пришел в такую рань, чтобы допросить меня? Я бы не посмел. Кто такой этот повелитель мышей? Как ты посмел поверить ему? Убийство духа или смертного запрещено законами небесного царства. Он обронил пару слов, а ты уже допрашиваешь родную мать? Ты считаешь меня злодейкой? Неужели я настолько плоха? Матушка, прости меня. Я тревожился о тебе. Я не сержусь на тебя. Мы ведь связаны с тобой узами крови. Но есть кое-что, что разочаровало меня. Твой отец так легко поверил в ложь презренной мыши. Он позволил Жун Юйю обойти тебя. Его заботит лишь предстоящая свадьба. Он даже не думает о том, что и тебя пора женить. Матушка, я уже говорил тебе, что Суэхэ мне как сестра, у меня нет ни чувств. Почему? Для тебя существует лишь Цзиньми? Сейчас Цзиньми, невеста Жун Юя. Ты позволишь братьям драться из-за женщины? Это неслыханно. Чем тебе не угодило Суэхэ? Она правит птичьим народом. Жун Юй заручился поддержкой повелителя воды и царства цветов. Только свадьба с Суэхэ позволит тебе претендовать на престол. Я никогда не хотел занять место отца. Случившееся с повелителем мышей стало причиной отцовского недовольства тобой. К тому же. Ночью я видел вора в поместье повелителя мышей, что обратился в клуб дыма. Мои люди гнались за ним. Но воришка скрылся в покоях матушки. А отец строго запрещает иметь личную тайну и страшу. Надеюсь, матушка разберется с этим как можно скорее. Теперь ты должна быть осторожной и следить за каждым словом, не разозляться снова. Я тебя оставлю. Ничтожество. У меня два поручения. Расследуй гибель повелительницы цветов. А затем узнаем все о Сули. Слушаюсь. Сули твои желания сбылись. Я чувствую себя выжженным дотла. Моё тело словно корабль без капитана. Лишь в родном городе я стану счастливым. Лишь в родном городе ты станешь счастливым. А где же буду счастлив я? Оставаться в небесном царстве небезопасно. повелитель мышей ты нарушил обещание. Когда ты напал на повелителя пламени ты оставил улики. Не хватает одной жемчужины. предоставьте это мне. Больше не вмешивайтесь. Ты не должен. Если с тобой что-то случится, что я скажу хозяину? Когда увидите его, скажите следующее. Он не должен спешить. Пусть выжидает. Спешка до добра не доведет. Продолжение следует... Лолинь. Думаю, ты знаешь, почему я здесь. Ваше величество защитил меня в главном зале. Но вы мне не доверяете. А вы считаете, что я был в сговоре с повелителем мышей? Я хочу услышать от тебя все, что ты знаешь. Можешь ли ты мне рассказать? Не больше вашего. Одно я знаю точно. в небесном царстве ты был ему ближе всех. Периодически вы играли в го. Неужели вы ни о чем не говорили? Если бы он говорил со мной, я бы нашел дзиньми немного раньше. И я бы знал о страданиях дзифе. пусть повелитель мышей был злодеем, вам не стоило казнить его так спешно. Он много болтал, а я дорожу репутацией небесного царства. И ради репутации вы готовы забыть, что правильно, а что нет? Лолинь, ты избрал мир и покой, поэтому ты живешь в уединении. Уверен, ты понимаешь, что я дорожу тобой и доверяю тебе. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Выше! Выше! Ты же свалишься! А я не боюсь, если я упаду, папочка меня спасет. Диньми, Диньми, видишь, что я тебе говорила? Я же сказала, что папочка меня поймает. Ты до смерти меня напугала. Пусть ты в меня веришь, но ты не должна так рисковать даже в шутку. А случилось что? Что бы мы делали? Поняла. Мы с Ленсю хотим поблагодарить вас. Долгие годы я не выполнял отцовский долг. Я задолжал мир. Благодаря вашей поддержке, а также защите, она выросла и стала такой. Я от всего сердца благодарю вас. Глава Джан, вы с самого рождения присматривали за мир. Мы с Лалинем хотим поднять за вас чаши с этим чудесным чаем. Заботиться о ней мой праведный долг. Джиньми, мы все обсудили. Ты едва оправилась, тебе не стоит сейчас уезжать. Когда в Небесном Царстве станет поспокойнее и ты полностью оправишься, ты сможешь уехать во Дворец Мерзлой Реки и жить с ними. Я попросила их на время поселиться в Царстве Цветов, чтобы быть рядом с тобой. Правда? Старшая владычица? Мы поселимся здесь и будем заботиться о тебе и помогать тебе совершенствоваться. Чудесно. Я буду готовить угощение для Мер. Правда, тетя Линьсю? Так здорово. Я больше не буду завидовать Лян Цяо. Ее матушка готовила такое, что у меня слюньки текли. Вот часть это. Тетя Линьсю будет готовить для меня. Правда? Мер, попробуй скорее. Я сама приготовила. Ешь пока горячее. Не бойся. Каждый знает, что я не лучший повар, но мои цветочные пирожные правда хороши. Попробуй. Просто превосходно. Тетя Линьсю, я и подумать не могла, что это так вкусно. Мне до вас далеко. Ты так похожа на свою мать. Она тоже любила свежие пирожные, но у тебя совсем другой характер. Твоя мать была подобна цветку лотоса, холодному ветру и утренней росе, а ты словно цветок гибискуса. Ты излучаешь тепло и берешь от жизни все. Тетя Линьсю, расскажи мне, пожалуйста, о маме. Я стесняюсь спросить отца. Я боюсь его расстроить. когда твой отец встретил твою мать. Их судьба была предрешена. судьба Девушки отдыхают. Я прошу наставницу спасти малышку. Она необычный ребёнок. Она лепесток божественного лотоса. Случайно она вошла в цикл реинкарнации, и её свет погас. Минуя сотни огней, она упала в мир трёх островов и десяти континентов. Её дух должен был погибнуть. Если мы исцелим её душу... Лолинь, ты ценишь каждую жизнь. Небеса определяют природу сущего. Нельзя идти против природы. Это грех. Иначе небеса тебя покарают. Наставница, если её дух можно спасти, я готов принять гору небес. А что было потом? Мы втроём совершенствовали нашу духовную силу в землях трёх островов и десяти континентов. Наставница приказала мне править ветром, лолиню водой, отзывая цветами. Долгими лунными ночами твоя матушка выращивала цветы, я управляла ветрами, а твой отец призывал снег. Так выглядит романтический пейзаж, ветер, цветок, снег и луна. Тётя Линьсю, вы выросли вместе, я вам завидую. Но... Как моя мать влюбилась в небесного императора? Отец же такой удивительный. Дамский угодник император знал, что нужно делать. В то время... Он был вторым принцем. Однажды он дремал, и ему было видение. Он увидел Цзи Фэнь и был околдован ею. Он влюбился в видение, и всюду искал её, где только можно. Он обыскал все шесть царств, не зная отдыха и сна. И вот в мире смертных он столкнулся с Цзи Фэнь в театре. Нам пора. Значит, а кого я так долго искал? Легендарная повелительница цветов, что холодна, чиста и не знает эмоций. Он узнал, что Цзи Фэнь обожает театральные постановки. И тогда он стал приглашать её в театр. Он приглашал её каждые три дня. Они вместе любовались прекрасными парами артистов. За пределами театра он был таким обходительным. Цзи Фэнь была так неопытна и наивна. Она ничего не знала об окружающем мире. Разве могла она устоять, проводя с ним столько времени? Любить только потому, что суждено. Ненавидеть, потому что предрешено. Она не знала, что сильная любовь обратится к кошмарам. Час настал. И так прекрасен пейзаж. Как жаль, что время не подвластно мне. Тетя Лин Сю, не думала, что вы поёте, как настоящая певица. Так красиво. Твоя матушка любила слушать. Я много тренировалась, чтобы ей было приятно. Я любила и берегала её. Не меньше, чем твой отец. Тетя Лин Сю, я прекрасно понимаю. У меня была близкая подруга. Когда её не стало, мне было так больно. Я понимаю ваши чувства. Но не волнуйтесь. Пусть матушка не с вами. Теперь я всегда буду рядом с вами и отцом. Цзи Фэнь была мне как сестра. А ты будешь мне дочерью. Ну ладно. Ты выучила с утра бесформенного сердца? Да, конечно. Хорошо. Прочтёшь мне её утром. А сегодня отдыхай. Тетя Лин Сю, всего доброго. Отдыхай. Да. Тетя Лин Сю, всего доброго. Раньше я думала, что прислуживать Фениксу – это пытка. Оказалось, быть дочерью – тоже то ещё удовольствие. Тетя Лин Сю такая милая. Но в вопросах обучения она строже Феникса. Что такое? Мияр жалуется на меня? Отец, когда ты пришёл? Отец, а ты не задумывался? Может, твоя дочь рождена не для духовных практик? Мияр. Я прошу тебя учиться не ради славы. Путь самосовершенствования тернист, но он закаляет характер. Я не хочу, чтобы ты выросла тепличным цветком. Теперь я с тобой, а в тени дерева всегда спокойнее. Но однажды я умру и вернусь в лоно природы. Я не смогу вечно защищать тебя. Отец, мне не нравится то, что ты говоришь. Я не хочу слушать. Испытания делают нас сильнее и выносливее. Лишь посвятив себя тренировкам, невзирая на ветер и дождь, мы становимся теми, кто заслуживает уважения. Я хочу, чтобы ты училась и познавала мир. Уважала, любила себя и была сильной. Чтобы в будущем ты уверенно держалась на плаву. Не испытывала стыда и не шла на сделку совестью, чтобы не склонялась перед другими. Надеюсь, однажды ты поймёшь, зачем это нужно. Синна. Синна. О чём задумалась? Ты будто не здесь. Вспомнила время, проведённое с Цзэфэнь. Линьсю. Какие мужчины тебе нравятся? Я никогда об этом не думала. Правда? Правда. С чего мне лгать тебе? Ты даже не думала, как выйдёшь замуж и проведёшь с кем-то остаток своих дней? У меня есть ты, старший соученик. И я счастлива. Ты любишь его, да? Не говори глупостей. Соученик порывист, словно ветер. Он самый талантливый и симпатичный из всех в небесном царстве. И ты его не любишь? А ты сама? Любишь его? Я не знаю. Подтолкни меня. Ну же, выше. Сейчас. Осторожно, не упади. Выше, выше. Сейчас. Сейчас. Я сказала Мьер, что она отличается от матери. Но мягко намекнула, что всё же у них очень много общего. Прошло столько лет. Многое забылось. Но Дзефэнь так же любила веселиться. Время летит. Жаль, что Дзефэнь ушла так рано. Как хорошо, что нам остались светлые воспоминания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодарю, Небожительница. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...